Доброе утро, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Тему вебинара вы видите на экране. Изменения по налогу на прибыль за второй квартал 22 года. То есть изменения, которые произошли за полгода, мы с вами сегодня обсудим. Веду вебинар я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Контакты нашей компании вы видите на экране. То есть электронная почта, телефоны и адрес сайта. Приглашаем вас посетить наш сайт. Там достаточно много интересной информации. Хочу сразу сделать пару фраз. Первое, пожалуйста, выключите микрофоны, чтобы было слышно все-таки меня, а не друг друга. А второе, мы будем очень рады ответить на ваши вопросы, особенно если вы зададите их в письменном виде, ну или любым другим удобным для вас способом. На письменные вопросы мы сможем ответить более подробно, более предметно, уже касаемо вашей ситуации. Ну и, соответственно, мы не будем ограничены по времени для ответа и сможем ответить более полно и подробно. Еще один момент – это то, что вебинар наш записывается и будет выложен спустя некоторое время, и вы сможете его еще просмотреть в записи, если вдруг у вас не будет возможности просмотреть его полностью или вам неудобно время. Итак, что мы сегодня будем обсуждать? Программа вебинара, вот вы видите на экране, мы поговорим про новые сроки уплаты, про льготы, про ставку 0%, поговорим о заполнении некоторых листов декларации, то есть это, собственно, вопросы, которые чаще всего возникали в последнее время. Поговорим про новшества, которые касаются именно включения в затраты отдыха работников в санаториях, изменения по лизингу и новые, ну, скажем так, уже не совсем, конечно, новые, но все-таки основания для признания налоговой декларации не предоставлены. Посмотрим, как в 1С ЕРП реализованы все изменения и новшества, ну и посмотрим некоторые дополнительные сервисы и отчеты. Наш вебинар будет строиться таким образом. Нормативную информацию мы будем с вами смотреть по слайдам, вот, например, таким образом, чтобы была еще и возможность зрительно как бы посмотреть и запомнить информацию. Затем мы будем переключаться на демонстрационную базу. Сейчас я туда перейду. И уже на примере базы, так сказать, вживую будем смотреть то, о чем я вам рассказываю. Снова вернемся к слайдикам нашим. Итак, в 2022 году у нас было достаточно много изменений, которые должны применяться с 1 января, ну и не только. Я вам сейчас покажу слайдик, который, в общем-то, не наш, но, тем не менее, это не на правах рекламы, а чтобы показать вам, так сказать, глубину проблемы. То есть официальная газета «Учет налоги права» вот разместила такую себе пиктограммку, что за изменения произошли в 2022 году. То есть на момент окончания июня месяца у нас 133 изменения, которые связаны с законодательными разными поправками и так далее. То есть здесь уже, как говорится, комментарии излишни, потому что такое количество изменений – это краш-тест не только для бухгалтеров, но и для руководителя и для всего остального персонала. Какие у нас произошли изменения? Первое, о чем хочется напомнить, вы уже сталкивались с этим, когда сдавали годовую декларацию по прибыли. Ну, собственно говоря, это то, что изменили налоговики порядок, который регулирует сдачу. Касалось это годовой отчетности, но распространяется и дальше. Смысл этих изменений в том, что направить бухгалтерскую отчетность можно не только через ТКС или, как обычно создавали раньше, но и напрямую на сайте налоговой инспекции. Для этого на сайте налоговой инспекции создан сервис предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде. Значит, здесь смысл этого дополнения заключается в том, что с этого года налоговая инспекция будет формировать государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, ГИРБО. То есть там будут публиковаться, соответственно, все отчеты, которые вы сдаете, и смежные организации и органы власти, которые раньше запрашивали у организации копию, например, баланса, теперь оттуда могут взять уже самостоятельно нужную им отчетность. И поэтому подавать отчетность дополнительно в другие фискальные органы уже не нужно. Появляться она там будет в течение полугода, примерно полугода, после того, как налоговая инспекция примет эту информацию. Ну, то есть обработает и примет вашу отчетность. По срокам. Сроки в этом квартале, то есть за полугодие, за второй квартал, такие же, то есть 28 дней после завершения квартала. Это получается до 28 июля. И так как этот день не является выходным или праздничным, то, соответственно, нет переноса на следующий рабочий день. То есть сдаем мы прибыль до 28 июля. В этом отношении у нас пока, слава богу, новшеств не приключилось. Следующий момент касается ставок налога на прибыль. А вот здесь у нас изменения уже присутствуют. Ну, первое, про которое хотелось бы сказать, это изменения, которые касаются IT-компаний. То есть те, которые разрабатывают программы, тестируют, ну и так далее. То есть для них предусмотрена льготная ставка 3%, которые они платят в федеральный бюджет. В этом случае ставка по налогу в местный бюджет, то есть в региональный, будет равна нулю. Применить такую льготу смогут не все компании, а только те, которые выполнят несколько условий. То есть первое, это получат документ о госаккредитации. Госаккредитацию у нас регламентирует постановление правительства номер 758 от 2007 года. То есть здесь ничего нового не приключилось. Можно на любом ресурсе посмотреть постановление этого правительства, как пройти госрегистрацию, ну и, соответственно, как получить эту льготу. Если компания будет получать по итогам очередного и налогового периода выручку от деятельности в сфере IT в размере не менее 90% от всех доходов. То есть, соответственно, 10% у вас могут быть какие-то попутные услуги и операции, от которых вы получаете доход. Здесь обратите внимание, что берется для анализа налоговый период, поскольку прибыль у нас составляется нарастающим итогом. Ну и, соответственно, ограничения по численности. Средняя списочная численность работников по итогам отчетного и налогового периода составит не менее 7 человек. То есть не больше ограничений, а не меньше. Если компания... Упс, извините, перескочила. Если компания эти условия не соблюдает, то, соответственно, она переходит на пересчет, пересчитывает налог по общей ставке и, обратите внимание, с начала налогового периода. То есть налоговый период у нас год, соответственно, с начала года. Такую же пониженную ставку, то есть 3%, и такие же условия, если хотят получать льготу по прибыли, имеют и проектировщики, и разработчики электронной продукции. То есть не только IT-компании, но и компании, которые работают в сфере проектирования и производства электронной продукции. Однако есть исключения, как всегда. То есть прибыль организации от деятельности, которая связана с добычей углеводородного сырья, на новых, именно морских месторождениях, облагается по ставке 20% без распределения между бюджетами разного уровня. То есть они не платят в региональный бюджет, только федеральный, и, соответственно, ставка в этом случае у них 20%. Обратите внимание еще на такой момент. Поскольку было несколько изменений, и была изменена форма декларации, то когда вы будете формировать отчетность по налогу на прибыль, у вас нужно будет обращать особенное внимание на релиз, который имеет ваша программа на момент формирования отчетности. Сейчас мы с вами переключимся на конфигурацию. Смотрим мы примеры на базе 1S ERP 2.5. Я именно заостряю внимание на релизе, потому что предыдущие релизы, ну, например, 2.4, ERP 2.4, уже сняты с поддержки, и таких изменений могут не иметь. А второй момент, что при изменении релиза, ну, например, с релиза 2.5.7, было достаточно много серьезных изменений, которые затронули и компоновку разделов, и функциональность. То есть, например, было объединение ресурсных деклараций и маршрутных карт, где мы можем посмотреть, какой релиз. Ну, это на всякий случай, в принципе, те, кто работают с программой уже какое-то время, это тоже знают. Но я просто напомню. У нас в верхней строке меню есть вот такая пиктограммка. По ней мы можем перейти, выполнить некоторые технические настройки, и вот информация о программе. То есть, мы с вами работаем на релизе 2.5.8. Это не самый последний релиз, но, тем не менее, это новый релиз, который содержит уже все формы отчетности, которые требуются для работы за полугодие. Еще один момент, на который я хочу обратить внимание, именно в связи с релизами. То есть, в настоящее время фирма 1С перестала выпускать диски ИТС, и теперь это происходит в режиме онлайн. То есть, всю информацию вы можете посмотреть напрямую на сайте 1С, обновления взять оттуда же, но, естественно, если у вас недоработанная программа, а используются штатные механизмы. Итак, собственно говоря, что мы с вами увидим, когда мы с вами формируем, хотим, вернее, сформировать отчетность за полугодие. Располагается отчетность в разделе регламентированный учет, подраздел 1С отчетность и регламентированные отчеты. Здесь мы с вами видим перечень документов, которые мы уже, например, сдавали или готовили. Но на самом деле здесь, собственно говоря, представлены только те, которые уже были в работе. Если вам нужно сюда добавить новые какие-то формы, то это, в общем-то, сделать достаточно несложно. Если мы хотим создать какой-то новый, то у нас открывается такое меню, которое имеет две закладочки. Все и избранные. То есть, соответственно, если я хочу добавить какую-то налоговую отчетность, то я открываю общий список, выбираю отчетность, которая мне нужна, и, соответственно, нажимаю кнопочку «Выбрать», и после этого выбранная форма попадет на закладочку «Избранные». Это чисто экономия времени, чтобы не путаться потом в общем большом списке и выбирать то, что требуется. То есть здесь отражается то, что вы уже использовали и применяли. Мы с вами сейчас, поскольку наша встреча именно по декларации по прибыли, по изменениям, которые ее касались, будем рассматривать декларацию по налогу на прибыль. И сейчас я сделаю новую, то есть создам декларацию по налогу на прибыль новую, и мы уже на ее примере будем рассматривать дальше информацию. Здесь, соответственно, я выбираю первое полугодие. И вот теперь обратите внимание, сейчас снова вернемся на наш слайдик. Здесь выделена информация, которая касается редакции формы, которая сейчас в программе у вас имеется. Возвращаемся снова в программу. И здесь мы видим, то есть какая форма 7-3 слэш 475. Можно посмотреть изменения законодательства, когда и какие формы действовали. Такая процедура потребуется в том случае, если вам нужно сдать уточненный расчет, уточненную декларацию за какой-то из прошлых периодов. В этом случае вы должны будете сдавать корректировочную декларацию по той форме, которая действовала на момент подачи основной декларации. Если я сейчас нажимаю кнопочку создать, то у меня программа сейчас ругнется. То есть, что, извините, такая вот форма больше не применяется. Применяется именно вот такая форма. И если у меня этой формы еще нет, то я могу через кнопочку проверить обновление, нажать и посмотреть. То есть, либо скачать, либо, если у вас этим занимаются IT-специалисты, соответственно, попросить их, чтобы они обновили формы регламентированных учетов. Ну, а если мне надо сдать по старой форме, то я ставлю вот сюда флажок и, соответственно, нажимаю кнопочку продолжить. Еще хочу обратить ваше внимание, что когда мы делаем декларацию по налогу на прибыль, мы выбираем компанию, по которой мы будем делать декларацию, при запуске формирования декларации. Сейчас я повторю еще раз, как это выглядело. Рекламентированный учет, рекламентированный учет и создать. Выбираю декларацию по налогу на прибыль. И вот в этом окне я выбираю компанию, по которой я хочу создать декларацию. Обратите внимание на то, что если у вас в конфигурации ведется учет по нескольким юридическим лицам, то есть при общих настройках вы выбрали, поставили флажок, что у вас не одно юрлицо, то у вас здесь будет список. Если одно, то, соответственно, списка не будет. Итак, я выбираю нужную мне компанию и дальше попадаю уже в саму декларацию. На титульном листе здесь у нас все с вами по-старому. Никаких особых изменений у нас здесь нет. Поэтому можем пройти дальше. Подраздел 1.1 и дальше подраздел 1.2 и 1.3. Здесь, собственно, тоже особых изменений нет. Поэтому мы с вами вернемся к нашим слайдикам и поговорим немножко о, так сказать, теоретической части балета. Это вот то, что мы с вами уже посмотрели на, так сказать, вживую на программе. Просто еще раз для зрительного восприятия я вам этот слайдик показываю. При составлении декларации у нас есть тонкости, которые касаются строк 210 на 02 листе. Давайте посмотрим на конфигурации. приложение 02. То есть, соответственно, номер строки мы смотрим и ищем, где у нас нужные нам строки. Почему мы именно на эти строки обращаем внимание? Потому что по ним было, ну, нужно, если так сказать, большинство вопросов, которые вызвали затруднения у бухгалтеров. Значит, в строке 210 на 02 листа мы фиксируем общую сумму всех начисленных авансовых платежей. То есть, то, что мы должны были с вами уже уплатить с начала года. Это и авансовые платежи, и доплаты, либо уменьшения за предыдущие кварталы. То есть, это не важно. Главное, чтобы проверить заполнение этой строки, вы можете вот по такой формуле посмотреть еще раз внимательно. На самом деле, как заполняется эта форма, написано практически во всех сопровождающих программах. То есть, и консультанты, и гаранты, и контур. То есть, этой информации много везде. Плюс это можно посмотреть в самой конфигурации. Сейчас мы снова туда перейдем. Еще раз обращаю внимание на то, что, в принципе, тоже вы уже давно знаете, но еще раз акцентируем. Поля, которые заполнены зеленым цветом, предполагается, что формируются автоматически, бледно-зеленый цвет, автоматически данными из самой конфигурации. Поля, которые заполнены желтым, предполагают, что сюда информацию нужно вводить вручную. А поля, которые заполнены темно-зеленым цветом, это итоговые поля, которые суммируют информацию из разных строк. И, соответственно, в комментариях вы видите, какие конкретно строки дали сумму, которая у вас здесь отразится. То есть темно-зеленые поля не заполняются вообще. Это суммирующие поля. Светло-зеленые поля берут данные из, собственно, самой конфигурации. Снова вернемся к слайдам. Еще один момент, который вызывал вопросы, это строка 220, опять этого же 0 второго листа. Здесь сумма авансов, которую нужно перечислять с разбивкой под бюджетом, то есть только в федеральный бюджет. Ну и, соответственно, здесь это должно быть зафиксировано. Для проверки можно использовать вот такую формулу. Упс. Вот так вот. И в отчете это будет выглядеть вот таким вот образом. Ну, то есть не в отчете, а в декларации. Теперь мы с вами поговорим еще об одном интересном моменте. Это трехсотая строка, опять же приложение 2, опять же к листу 0.2. Алгоритмы заполнения этой строки тоже, к сожалению, вызывают достаточно много вопросов. Здесь отражаются убытки, которые приравниваются к вне реализационным затратам. То есть в строке 301 это убытки прошлых лет, которые вы выявили в этом году, то есть в текущем отчетном периоде. А в строке 302 это безнадежные долги. Ну, соответственно, если вы создаете резерв по сомнительным долгам, то это будет сумма безнадежного долга, которую не перекрыл созданный вами резерв. При расчете двухсотой строки приложения номер 2 нужно исключить суммы, которые у нас вошли в трехсотую строку. Ну и, соответственно, вы видите, что нужно зафиксировать в строке 40.02 листа. Хочу напомнить, что до конца года, то есть до 31 декабря 2024 года, мы можем уменьшить базу по прибыли за счет прошлогодних убытков не более чем на 50%. Для того, чтобы в декларацию автоматически попало нужные суммы, ну, то есть убытки прошлых лет, при закрытии месяца нужно использовать 97 счет, то есть чтобы проходило через 97 счет. Хочу показать вам еще один слайдик с адресом ресурса, где размещены очень неплохие подсказки, которые касаются именно налога на прибыль и составления декларации. То есть есть сайт налог.налог.ру, ну, собственно, официальный сайт, на котором размещается информация по изменениям и по отражениям этих изменений в отчетных документах, то есть в декларациях, в расчетах и так далее. И вот касательно налога на прибыль именно за второй квартал, у них есть очень интересный, ну, как бы аналитический материал, то есть группировка, чек-лист по заполнению декларации по налогу на прибыль за второй квартал. Поскольку здесь достаточно много вопросов и административных, то есть может ли предприятие применять упрощенную декларацию, как правильно заполнить, если есть льготы, как показать, если есть, допустим, проект по резидентству или несколько проектов по резидентству, то при составлении декларации вот эта информация будет очень полезна. Также есть декларация справочная, которая касается подробностей заполнения. Я снова переключилась на саму конфигурацию и, собственно говоря, для чего? Чтобы показать, что здесь тоже есть справочная информация, которая касается именно конкретного раздела, который у вас открыт, ну, допустим, вот открыт сейчас у меня на экране. Значит, это раздел «Справка». Хочу обратить еще внимание на то, что в некоторых разделах или в некоторых рабочих местах 1СЕРП вот такая пиктограммка «Вопросительный знак» размещена, допустим, сразу за строчкой. Это значит, что это быстрая подсказка именно по конкретному вопросу. Если мы воспользуемся справкой, то мы с вами переходим к официальным разъяснениям компании 1С, которые касаются и порядка заполнения декларации, и небольшого дайджеста по изменениям, которые произошли именно перед датой, до которого должна быть составлена декларация. Это официальное разъяснение и, как видите, достаточно подробное. То есть, в принципе, вот те изменения, которые мы с вами рассматривали по листу 02, здесь тоже отражены. И плюс можно перейти к дополнительным каким-то материалам, если есть, допустим, гиперссылка, то есть это текст, выделенный синим шрифтом. Так, справочку мы пока закроем. И снова вернемся к нашим пиктограммкам. Собственно, адрес сайта налог.налог.ру, так что можете в латинском формате набрать вот этот или в русском. Вас поисковик выкинет на этот сайт, и там достаточно много интересной информации. Следующее, о чем хотелось бы поговорить, это о том, что с 1 января этого года вступили в силу поправки в налоговый кодекс. То есть, согласно этим поправкам, мы можем включить в состав расходов стоимость путевок на санаторно-курортное лечение. Обратите внимание, именно санаторно-курортное, то есть не туристическое. Изюминка, или, так сказать, кусочек варенья здесь заключается в том, что мы можем включить не только стоимость лечения или путевки, не только для сотрудника, но и членов его семьи. Соответственно, мы включаем это в расходы на оплату труда. При этом есть еще один интересный момент. Не обязательно мы должны работать через туроператора. То есть, может быть договор напрямую с самим санаторием. Но единственное условие, что это должны быть санатории, которые расположены на территории Российской Федерации. Кроме того, что предприятие может само оплатить за путевку своему сотруднику, оно может также компенсировать стоимость путевки, если сотрудник приобрел ее самостоятельно. При этом, обратите внимание, включая расходы на проживание и питание. Раньше этого не было. И, соответственно, вы видите перечень тех, кому может быть оплачена путевка. То есть, самому работнику, его супругам, ну то есть, супруге или супругу, родителям и детям, соответственно, или подопечным до 18 лет. Но касательно детей, возраст может быть увеличен до 24 лет, если детки обучаются очно, ну в каких-то образовательных организациях, колледжах, институтах и так далее. Еще один интересный момент, что расходы, которые касаются санаторно-курортного лечения, признаются в размере фактически произведенных расходов. То есть, должен быть документ, который подтверждает факт оплаты. Но здесь тоже есть ограничения, что не более 50 тысяч рублей в совокупности за год на каждого отдыхающего. То есть, в принципе, это достаточно реальная сумма для того, чтобы съездить, отдохнуть, поправить здоровье и так далее. При этом, общая сумма затрат, это вот небольшая ложка дегтя в эту идиллию. Общая сумма затрат организации на путевки, ну, соответственно, добровольное медстрахование или лечение не должна превысить 6% от расходов на оплату труда. Соответственно, 50 тысяч – это хорошо, но не разгоняйтесь, проверьте, сколько составит ваши 6%. И еще одна плюшечка, то есть, это то, что санаторно-курортные путевки, которые мы купили для работников, либо компенсировали НДФЛ, не облагаются. Причем это освобождение распространено и на работниках, и на членов их семей, точно так же, как и оплата для путевок. А вот что добавлено сюда еще, так это бывшие работники, которые уволились в связи с выходом на пенсию, ну, либо по старости, либо по инвалидности и инвалидов. От НДФЛ освобождается компенсация стоимости путевок, обратите внимание, за исключением туристических, то есть вот я выделила специально, которые находятся на территории Российской Федерации, и такой льготой можно воспользоваться только один раз в год. То есть съездить, например, весной и осенью уже не получится, нужно будет вторую поездку в санаторий оплачивать, ну, как бы за счет, за собственный счет предприятие уже не сможет ее включить в состав затрат для налога на прибыль. Следующий момент, про который мне хотелось бы рассказать, касается того, что изменены, как бы, порядок, изменен порядок учета лизинговых операций по расходу на, для налога на прибыль. Ну и, соответственно, в этом случае изменяется и порядок обложения предмета лизинга налогом на имущество. Вступили эти нововведения в силу с 1 января, то есть, скорее всего, многие с вами, многие из вас уже с этим столкнулись, но если вдруг до сих пор лизинг вас обходил стороной, то, как бы, хочу напомнить, что лизингополучатель может не начислять амортизацию согласно этому изменению. Значит, в этом случае лизингополучатель будет учитывать в расходах только периодически лизинговые платежи, которые установлены по договору лизинга. Ну, например, график, обычно к каждому договору прилагается график платежей и, соответственно, в этом случае в расходах будут учиться именно эти платежи. Если по окончании срока договора лизинга объект основных средств подлежит передаче лизинга получателю в собственность, обратите внимание, что передача в собственность в этом случае должна быть оформлена по договору купли-продажи. Если только тогда эта поправка будет действовать, а в составе лизинговых платежей, то есть графика лизинговых платежей, у вас выделен последний платеж, в котором указана выкупная стоимость этого объекта, то лизинговые платежи учитываются в составе расходов за минусом указанной выкупной стоимости. То есть мы включаем в состав затрат лизинговые платежи, но не включаем сумму выкупной стоимости. Почему? Значит, в этом случае выкупная стоимость по договору купли-продажи рассматривается как отдельный самостоятельный договор и, соответственно, самостоятельная операция. Еще один момент. Это, так сказать, ложка дегтя для всех. В общем-то, скорее всего, многие из вас уже это видели и слышали. То есть в прошлом году, точно так же с 1 июля, это такой, скажем, красная нить, Рубикон, и 1 июля у нас выкладываются максимально неприятные изменения. Значит, в прошлом году вступил в силу дополнительный перечень обстоятельств, когда налоговые декларации могут считаться непредоставленными. Несмотря на то, что вы своевременно отправили отчетность, отправили, например, декларации и получили от оператора или налогового органа уведомление, что она принята в работу, это еще не значит, что вы можете расслабиться и спать спокойно. То есть это значит только, что вы еще какое-то время переживаете, принята ваша декларация или налоговики посчитают ее непредоставленной. Ну, соответственно, если она непредоставлена, то со всеми вытекающими последствиями, штрафами, пенями и так далее. По каким критериям налоговая может посчитать вашу отчетность непредоставленной? Еще один момент, то есть налоговая при получении вашей отчетности, начинает камеральную проверку, и если вот именно камеральная проверка какие-то из этих обстоятельств находит, то налоговая обязана вас уведомить. Вот здесь срок уведомления у нас указан в течение пяти дней, но срок начала камеральной проверки, к сожалению, не оговорен, поэтому, ну, практически это весь следующий квартал, вы ждете, какая шудьба постигнет вашу отчетность. Значит, по каким параметрам она может быть непризнана? Первое, это если подписано неуполномоченным лицом, то есть подписал отчетность человек, о котором в налоговой инспекции нет данных, что он уполномочен. Если налоговая отчетность подписана дисквалифицированным физическим лицом, и на момент составления декларации срок дисквалификации у вас еще не истек, не окончен, если имеются сведения о смерти подписанта до того, как отчетность была подписана его подписью. Если в отношении руководителя, который подписал отчет, внесена запись в ЕГРЮ о недостоверности сведений о нем, и если эта запись появилась в реестре раньше даты предоставления отчетности, что это значит на практике? На самом деле это один из самых распространенных, как бы, самой распространенной ситуации, то есть если неполномоченное или дисквалифицированное лицо, это понятно, тем более если смерть подписанта, тоже понятно. А вот что такое дисквалификация? Самый простой, так сказать, момент, это если ваш руководитель поменял паспорт. Ну, например, там 40, 21 год, 41, 21. Маловероятно, что он уже в это время руководитель. Ну, соответственно, 45 лет вполне реально. А паспорт он поменял, а в ЕГРЮ изменения данных о его паспорте не внесены. В этом случае, поскольку сейчас проводится автоматическое сравнение данных, то, соответственно, у вас будут иметься расхождения. В ЕГРЮ будет указан один паспорт, а программа выдаст другие данные, что тот паспорт недействительный. То же самое касается женщин, если они, например, вышли замуж и поменяли там фамилию. То есть, как только появляются сведения о том, что ваш руководитель или лицо, которое имеет право подписи за руководителя, поменял паспорт или внесли какие-то изменения в его паспортные данные, сразу же нужно подавать заявление о внесении изменений в уставные учредительные документы. Еще на что стоит обратить внимание, то есть это тоже будет являться признаком, по которому отчетность может быть не предоставлена, не принята вернее. Это если в отношении налогоплательщика организации, ну то есть именно компании, внесена запись в ЕГРЮ о прекращении действия юридического лица раньше, чем предоставлена отчетность. Ну то есть, например, вы подавали на ликвидацию или реорганизация, или слияние, ну то есть любой способ, когда организация прекращает свое действие. Если изменения в ЕГРЮ внесены раньше, чем вы подаете декларацию. Ну и самый такой неприятный момент, как всегда, напоследок, это если в предоставленной декларации по НДС налоговики обнаруживают расхождение с контрольными соотношениями, то есть, свидетельствующих о том, что нарушен порядок заполнения декларации. И вот вишенка на торте, либо если обнаружатся ошибки в расчете по страховым взносам. А вот это самый неприятный момент, почему я его назвала вишенкой, потому что обычно бывают ошибки, которые связаны с округлением. То есть, когда заполняется РСВ и персонифицированный учет, то есть за счет округления могут возникать некоторые расхождения, и программа будет воспринимать их как ошибки. Ну и, соответственно, в этом случае включаются и штрафы, и пенни, и все последствия, которые связаны с непредоставлением отчетности в нужной сроке и в нужном порядке. Собственно, сама декларация по налогу на прибыль за первое полугодие. Сейчас мы с вами снова переключимся на конфигурацию, посмотрим уже это на ней. Собственно, титульный лист, как я уже говорила, он остался без изменений. То есть, как видите, здесь ничего нового не приключилось. А вот на чем хотелось бы остановить и акцентировать внимание, это кроме заполнения листа 2 и приложений к листу 2. Это вот на чем. То есть, на заполнении листа с расчетом налогов. Сейчас мы вернемся с вами в саму конфигурацию. Откроем ее вот тут. И на что я хочу обратить внимание. Как видите, ну, птичка включать лист 0.2 в состав декларации, это понятно, что должна стоять отметка, должен стоять чекбокс, то есть вот такая вот птичка именно в этом поле. А изменения, которые я хотела показать и про которые хотела поговорить, касаются признака налогоплательщика. То есть, признак налогоплательщика 0.1 здесь расшифрован достаточно подробно, как вы видите, 19 значений может быть. И именно поговорить я хотела про 0.3 и 0.4 коды. То есть, если, например, у вас есть предприятие, которое, ну, какую-то часть деятельности ведет как резидент, то есть участник особой экономической зоны, это может быть Восток, Калининград, ну, то есть особой экономической зоны, то в этом случае вот здесь, видите, поле выделено желтым, то есть, соответственно, здесь вручную вносятся параметры свидетельства о регистрации вашей компании в качестве резидента. В предыдущих релизах, в предыдущие годы здесь было меньше информации, то есть, нужно было прикладывать еще пояснительную записку для налоговой инспекции, где прикладывать все сканокопии вот этих документов. И, соответственно, по 0.4, это если организация осуществляет деятельность на новом морском месторождении. То есть, это то, о чем мы говорили, когда ставка 20% платится только в федеральный бюджет. В этом случае вы должны указать параметры вашей лицензии. Ну и, соответственно, остальные коды тоже касаются резидентства, но уже конкретизировано каких конкретно проектов, каких конкретно видов деятельности. Обратите внимание, что выделена сюда медицинская деятельность, образовательная и медицинская деятельность, соцобслуживание, туристическое, но, тем не менее, достаточно большой перечень. В остальном здесь, в общем-то, порядок формирования абсолютно стандартный, ничего особо нового не приключилось. И хочу обратить еще внимание, что если у вас предприятие ведет обычную деятельность и резидентство, то у вас, соответственно, должно быть несколько листов. То есть один лист, например, у вас будет с кодом 01, а второй лист у вас будет с кодом, например, там 03 или 04 или любой другой код, который соответствует тому виду резидентства, который вы применяете. Если, например, компания имеет три резидентских проекта, то, соответственно, у вас должно быть четыре листа, один по общему режиму и три ваших резидентских проекта. Снова вернемся к нашим слайдикам и посмотрим еще такой момент. Не во всех декларациях, не во всех регламентированных отчетах титульный лист имеет одинаковую, ну, по одинаковому виду, одинаковую функциональность. Обратите внимание, снова возвращаемся в конфигурацию URP. В нашем случае титульный лист не имеет здесь возможности выбрать другую организацию. То есть у нас есть возможность выбрать только при формировании, при начале формирования декларации. Ну, естественно, в реестре декларации она сохранится с нужным признаком, нужной фирмой и все такое, нужным юрлицом. Но при начальном формировании мы выбираем компанию, по которой мы составляем декларацию и дальше мы ее уже не меняем. А вот в отношении НДС, вернемся снова, в отношении декларации по НДС у нас есть возможность сделать немножко по-другому. То есть я сейчас выберу не декларацию по прибыли, а декларацию по НДС. Я возьму уже готовую за прошлый квартал, чтобы показать, что то, что мы с вами посмотрели на слайдике. Ну, к сожалению, формируется она, так что можно состариться, пока дождешься. То есть точно такое же предупреждение, что проверьте актуальность релиза, актуальность формы декларации и так далее. Но, ой, извиняюсь, хотела промахнуться. Так, пока запускается, я вам расскажу. Ага, вот есть. Значит, это мы отменяем. Ай, блин. Продолжить. Значит, в налоговой декларации по НДС у нас есть возможность уже после того, как запущена сама декларация, изменить организацию, которую мы выбрали для заполнения отчета. То есть в этом случае мы можем выбирать либо, если у компании есть филиалы, или другие подразделения, то мы можем выбрать составляемую в целом по организации либо по каким-то из ее филиалов. Обычно любые гиперссылки, которые вот таким образом выделены, то есть синий текст, подчеркиваемый, или может быть без подчеркивания, это добавление какой-то функциональности. Так, больше нам НДС здесь неинтересно, мы снова вернемся с вами к нашим слайдикам. У нас немножко осталось. Еще, что хотелось сказать, это про ставки. То есть 1 июля, то есть вот со следующего месяца 22 года вводятся новые ставки, то есть нулевая ставка для гостиниц и прочих объектов туристической индустрии, которые внесены в специальный реестр рост туризма. То есть ну в принципе поскольку понятно, что это наиболее пострадавшие скажем так отрасли в настоящее время, то помним, что у них нулевая ставка, но уже со следующего квартала, то есть в этом квартале можно не беспокоиться, а следующий обязательно проверить. И у нас кроме этого расширен список операций, которые освобождаются от НДС. Ну вот вы видите здесь указан закон, то есть это не положение, не письмо, не постановление, это именно закон, причем закон этого года от 16 апреля номер 96 ФЗ, который освобождает от НДС некоторые операции. Лучше все-таки посмотреть его не в рамках нашего вебинара, а уже конкретно в нормативных документах, там система либо консультант, либо гарант, либо какая-то другая, чем вы пользуетесь, потому что там достаточно много тонкостей, которые нужно будет посмотреть, соотнести с вашей конкретной организацией, понять, подходит или не подходит под него ваша компания. Ну, и самое приятное, что еще можно сказать, это то, что при работе с прослеживаемыми товарами, если у вас возникает какое-то нарушение, то штрафов в этом году не будет, то есть они отложены аж на 24-й год, то есть не на 23-й, а на 24-й, но все равно расслабляться не стоит, потому что лучше один раз и правильно настроить работу с прослеживаемыми товарами, чем потом переживать не вышел ли срок, когда штрафы уже перед вами будут стоять во весь рост. Ну, и собственно последнее, что мне хотелось бы вам сказать по поводу работы с прибылью, с налогом на прибыль, с декларациями, это по завершению месяца мы должны соответственно сделать закрытие месяца, но перед закрытием месяца, сейчас мы снова с вами перейдем в программу, мы можем сделать отражение в регламентированном учете, то есть сделать предварительное закрытие. Значит, сам по себе итог работы налогового, допустим, периода, это закрытие месяца. располагается оно у нас в разделе финансовые результаты и контролинг, закрытие месяца, то есть вот наше с вами конкретно закрытие месяца, это уже регламентный документ, который производит все расчеты. Вот в ERP он очень комфортный, потому что он позволяет полностью автоматически его выполнять, вторая плюшечка, что для него не нужен монопольный режим, например, в бухгалтериях, и третья плюшечка, что прямо из этого режима можно пройти, посмотреть все документы, которые вызвали какие-то затруднения, и их либо поправить, либо принять решение, как поступить с этой ошибкой. Но до того, как мы будем делать окончательное закрытие месяца, обратите внимание, что, во-первых, мы можем сделать предварительное закрытие, это тоже достаточно новая функция, предварительное закрытие месяца, если я, например, выбираю, то в этом случае у меня не выполняются некоторые регламентные операции, например, расчет себестоимости будет неточное только по тем данным, которые на этот момент содержатся в программе. Ну, и есть еще несколько тонкостей, но кроме этого, вот видите, здесь есть вопросительный знак, это то, что я вам уже говорила, то есть это тематическая подсказка, что если мы выбираем предварительное закрытие, то некоторые операции не будут выполняться, ну, то есть может быть не быть распределения каких-то каких-то расходов на себестоимость, на производство и так далее. Ну, то есть видите, перечень операций, которые при предварительном закрытии выполняются, гораздо уже, чем при окончательном, при финальном закрытии месяца. интерфейс. кроме того, что у нас есть теперь такая возможность, мы можем с вами еще и посмотреть, так сказать, вообще предварительный результат, который находится в разделе регламентированный учет, и это рабочее место отражения документов в регламентированном учете. Значит, при переходе в это меню, мы сейчас с вами увидим интересный интерфейс. Допустим, возьмем какую-нибудь декларацию, неважно. Что здесь интересно, то есть фактически это анализ состояния бухгалтерского учета, в нашем случае еще и регламентированного, потому что здесь будут отражены, во-первых, откорректированные вручную документы, то есть если вы входите в сам документ, ставите флажок ручная корректировка и что-то исправлять. В этом случае такие документы не пересчитываются при закрытии месяца, а остаются с теми проводками, которые вы вручную им указали. Соответственно, при включении вот этого режима такие документы здесь будут отражены. Будут отражены ручные операции, то есть это то, что обычно бухгалтера делают ручками, когда возникает затруднение в том, что нету документа, который может отразить нужную операцию. Ну, самый яркий пример такой операции это начисление уставного фонда, то есть нету такого документа, до сих пор это делается ручками. Обратите внимание, сформировалось предупреждение, что это предварительные данные, и соответственно при расчете себестоимости или восстановлении последовательности какие-то цифры могут быть изменены, но цифры цифрами, а перечень документов при этом останется тот же самый, ну естественно до того, как мы влезем и не поправим. Очень важный момент отражения документов, особенно если вы только начали работать на программе, то в этом случае могут быть какие-то документы, которым не указаны ГФУ, то есть не указаны счета учета или требуют настройки, но вот в нашем случае, поскольку это демобаза, то здесь таких счетов уже нету. Документы, которые ожидают автоматического отражения, видите, у меня есть один такой документ, то есть в этом случае я бегу туда и быстренько смотрю, а что же мне сделать, чтобы у меня все было хорошо. Ну, то есть здесь вот у меня курсовые разницы включат, соответственно, я должна зайти, посмотреть и исправить и определить, почему программа у меня на это ругается. И еще один момент, который хочу сразу показать, но сказать, что сюда не надо ничего ставить, ай-яй-яй. То есть можно настроить автоматическое отражение документов в регламентированном учете по расписанию. Чем это опасно? Обычно, если у вас есть IT-специалисты, они всегда выполняют сохранение базы данных какой-то периодичностью. Ну, понятно, что чаще всего это делается ночью, когда пользователи спят сладким сном и не мешают работать серьезным ребятам. вы можете сами настроить это расписание, но на самом деле, если вы несколько раз подряд прошлись по всем настройкам, если вы уверены в том, что у вас нет ручных операций, которые какой-нибудь пользователь накосячил, поскольку не знал, как делать правильно, то вам вот это не обязательно, потому что закрытие месяца у вас все это сделают в корректном формате. Ну, если у вас таких специалистов нет, то, соответственно, можно здесь проставить флажок, и в этом случае мы можем настроить расписание, когда мы хотим, чтобы такая операция выполнялась, выполнялась в фоновом режиме, что это даст? Это даст то, что мы каждый день будем видеть актуальные остатки по чисто бухгалтерским отчетам, например, оборотно-сальдовые ведомости, анализы счетов, анализы субконта, то есть чисто по бухгалтерским, по регламентированным документам. Ну, и, соответственно, выбираем с какого момента мы хотим, ну, например, я не хочу, чтобы у меня пересчитывался первый квартал, потому что я там ручками при помощи молотка, зубил и такую-то матери циферки все ставила и уже пересчитывать в программе точно не хочу. Значит, я могу установить, что программа будет это делать с 1 апреля, например, и, ну, соответственно, каждый день или, ну, и плюс в какое время, то есть дневное, ночное, там, раз в месяц, раз в неделю, ну, соответственно, задать параметры автоматического отражения этих проводок. Чаще всего это не надо, и если у вас есть IT-специалисты, которые конфигурацию обслуживают, то, соответственно, самый лучший способ, самый лучший принцип в таком случае не лезть в работающий механизм. То есть, ваша задача проследить, чтобы у вас создавались резервные копии, а не разбираться потом, а на какой момент у вас что отразилось, а что не отразилось. Ну, вот, собственно, все, о чем мы хотели сегодня поговорить, я сейчас снова вернусь к нашим слайдикам, и вернусь к самому первому слайду, для того, чтобы еще раз напомнить вам наши контакты, то есть, как вы можете с нами связаться. Наша компания с удовольствием ответит на все ваши вопросы, окажет консультационные услуги, услуги по установке, по доработке, по настройке, ну, то есть, любой полный спектр услуг, которые связаны с конфигурациями 1С. Наши телефоны, наш электронный адрес, адрес нашего сайта, в общем, мы будем очень рады вашим обращениям, будем рады быть вам полезным и приглашаем к сотрудничеству. На этом разрешите нашу встречу закончить. Компания Кодерлайн прощается с вами. Надеемся, что до новых встреч, будем очень рады вас видеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok